Увеличение поставок в Индию и развитие транспортных узлов на востоке Новосибирска обсудили сегодня на совещании губернатора с руководителями крупнейших логистических компаний о том, как развить естественные географические преимущества. Сергей Томачев. Современные технологии позволяют перевозить в контейнерах буквально все, что угодно. И сыпучие продукты, и даже жидкие. Например, вот в этом масло. И не в бутылках, а в огромном паритереновом пакете, емкостью 20 тонн. Залили, закрыли герметичной крышкой, можно отправлять. Именно этот вид перевозок считается самым перспективным. Контейнеры универсальны, их очень просто переставить с железнодорожной платформы на автомобиль. И объемы постоянно растут. В сутки выполняется объем по приему отправления 2,5 пары поездов. То есть 3 контейнерных поезда принимаем на терминал, 2 контейнерных поезда отправляем. На следующие сутки, допустим, мы принимаем уже 2, отправляем 3. И все сохраняется в балансе. Одновременно мы можем обрабатывать 2 контейнерных поезда условной длиной по 71 условный вагон. Приоритет логистики был заложен еще в стратегию развития области в 2018 году. И время показало, что это решение полностью оправдано. Все остальные виды бизнеса и торговля и промышленность в Новосибирской области получили преимущество, конкурентное преимущество. Это, кстати, нам помогало преодолевать многие кризисные моменты. Это и период 2020 года пандемийный, это и период 2022 года санкционный, когда традиционные маршруты поставки, схемы взаимоотношений, логистических, финансовых рушились. Определяющий фактор – время. Поэтому в современных логистических центрах используют новые технологии. Тетрадки кладовщиков давно ушли в прошлое. У меня есть в программе папка отгрузки. Я здесь вижу номер машины, номер стека и номер контейнера. После этого я нахожу адрес, произвожу погрузку и отмечаю, что я его отгрузил. Также из приема. Эту площадку на восточном выезде из города будут расширять. Удобно уже с точки зрения логистики внутренней. Чтобы не перевозить грузы по мостам Новосибирска, с левого берега на правый. Кроме того, увеличат и номенклатуру самих контейнеров. Сегодня преимущество в логистике получают те, кто заряжает рефрижераторы. На этой станции генераторы будут способны обеспечить автономную работу такого вагона в течение 25 суток. Сегодня главное направление – Китай и Средняя Азия. А перспективные – Индия и Иран. Официальные делегации, официальные переговоры будут продолжаться. Причем в адрес этих государств я повторяю тезис, который тоже не один раз называл, что Новосибирск не только промышленный, но и логистический центр. Соответственно, нам интересно как везти на экспорт, так нам интересно завозить и на импорт. В виде импорта для того, чтобы распределять потом по всей Сибири. Новый логистический центр создают в Машково. По сути, это железнодорожно-содировочная станция. Новосибирск остается крупнейшим грузовым узлом. До Барнаула, Томска, Кемерово – расстояние в одну смену для шофера. И объемы будут только увеличиваться. Сергей Толмачев, Антон Мамаев, Елена Быкова. Новости ОТС.